Я должна вас предупредить о том, что я не физик, а биолог, генетик и более 50 лет занимаюсь проблемами генетики, селекции и воспроизводства разных видов рыб. Но тем не менее, я совершенно неожиданно для себя заинтересовалась квантовым явлением, а именно эффектом нелокальной связи. И я вам сейчас напомню, что это такое. Эффект нелокальной связи между перепутанными частицами состоит в том, что у двух или более частиц, имеющих одно и то же происхождение, предполагается наличие взаимосвязи, которая сохраняется, как бы не были велики расстояния между ними. При этом действие на одну из частиц мгновенно отражается на состоянии другой. Применительно к макросистемам используется понятие не частица, а компонент системы. Нелокальные свойства квантовой сцепленности подразумевают, что все системы обладают свойствами единого целого. Этот эффект был зарегистрирован и проверен экспериментально во многих лабораториях по всему миру, что позволило считать открытие квантовой запутанности одним из самых важных открытий в последние несколько десятилетий. Если в начале развития этого направления стало очевидно, что без квантовой теории невозможно оценить адекватно поведение микрочастиц, но сейчас уже не менее очевидно, что все законы являются всеобщими, а в макромире они также справедливы, как и в микромире. Я хочу вам сегодня представить совместную и экспериментальную работу, чтобы показать, как именно проявляются нелокальные связи при исследовании самых разных живых макросистем. Моим соавтором является профессор Сергей Никитич Мацлаброд, работающий в Институте генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Республики Молдова. Как было показано ранее профессором Мацлабродом, этот эффект можно обнаружить при дистанционных информационных воздействиях в разных системах, а именно объект-объект и фото-объекта-объект, где фото является информационной матрицей объекта. Он проявляется в том, что при воздействии стрессирующих факторов на одну часть системы результаты проявляются в изменении состояния не только этой части, но и другой, удаленной от нее. В наших исследованиях были использованы потомства двух видов рыб, лососевых рыб, радужные форели и ладужные палии, ладужские палии. В этих опытах применялась система фото-объекта-объект. При работе с икрой рыб появилась возможность исследовать для два рода связей, которые могут образовываться между компонентами системы, поскольку обретение состояния запутанности может возникать разными путями в этом случае. Во-первых, в процессе совместного формирования компонентов системы, это первое, связь первого рода. И второе, в процессе приработки готовых компонентов системы, это связь второго рода. Последние два года были исследованы оба рода связей, которые могли образовываться, как между созревающими половыми клетками в теле самки первого рода, так и между зрелыми половыми клетками, оплодотворёнными икринками, это ниже. Как показали первые в этом направлении результаты, эффект нейлокальной связи можно выявить при определённой схеме опыта. Это схема размещения четырёх частей икры от одной самки для инкубации на рамках в двух разных лотках проточной водой. Это показано на рисунке. Первый номер – это контроль, не связанный с опытом, поскольку эту порцию икры получали на 10 минут раньше остальной массы. Второе – это опыт, который по количеству в три раза больше, чем контроль, и на фото которого оказывается стресс. Поэтому он является индуктором. А варианты 3 и 4 – это варианты-приёмники по 50 грамм икры, на которых отражается воздействие, проведённое на фото опытного варианта, поскольку они имели с ним общее происхождение. Важно отметить, что все варианты опыта по выявлению связи первого рода формировались путём разделения на части неволтворённой икры, то есть только что полученные самки, которые потом оплодотворяли и размещали в разных лотках для инкубации, как показано на рисунке 1. Затем в соответствии с целью опыта оплодотворённую икру из опытного варианта фотографировали, но все необходимую работу дальше с фото произвели через 4 часа на расстоянии 50 км от мета проведения опытов. Фотораспечатали и 3 экземпляра распечатки подверглись стрессирующему воздействию, а именно механически измельчили и заморозили в небольшом количестве воды. Результаты, полученные в итоге двухмесячного наблюдения за развитием эмбрионов в каждом опыте, видны на этом слайде. На рисунке из таблицы видно, что выживаемость эмбрионов во всех вариантах 2, 3 и 4 оказалась существенно ниже, чем в контроле. Это означает, что стрессирующее воздействие отразилось не только на той части, на фото которого производилось воздействие, но и на вариантах приёмных. Простите, пожалуйста, как Вы сказали воздействие, это стрессирующее? Стрессирующее. А, стрессирующее, простите. Да. Имеящее общее основное, с основной частью. Таким образом, у двух видов рыб было впервые обнаружено эффект нелокальной связи, который имел, по нашим данным, ингибирующий характер. При исследовании связей второго рода в этом году схема опыта не менялась. Однако формирование исследуемых порций икры было другим, а именно, после полного отцеживания икры у самки из общей массы выделяли контроль, для чего 50 грамм овулировавшей икры облодотворяли отдельно. Затем облодотворяли остальную массу, после чего делили её на порции. Таким образом, это разделение, в отличие от прошлого года, проводили на облодотворённые икры. При этом опыт, это номер 2, содержал 150 грамм, а варианты все по 50. Все остальные действия были аналогичны тем, которые использовались в прошлом году. В результате двухмесячного наблюдения с задвитием икры эмбрионов рисунок, мы обнаружили повышенную выжимание эмбрионов по сравнению с контролем, не только в опытном варианте, но и в связанных с ними приёмниках 3 и 4. Этот факт может свидетельствовать о наличии НС у палии и у форели, однако при исследовании связей второго рода этот эффект оказался стимулирующим. Таким образом, результаты исследований связи первого и второго рода имеют противоположную направленность. По-видимому, разница связана с происхождением связи. В первом случае этот процесс длительного формирования женских половых клеток, который заканчивается созреванием яйцеклеток. Поэтому стресс не вызвал повышения выживаемости, а снижения. Связи второго рода возникают в ответ на добавление воды с целью симуляции процесса облодотворения, а именно процесса, приводящего к развитию облодотворённых икриных. В связи с этим и в этом случае наблюдается повышение выживаемости, которое можно рассматривать как следствие мобилизации внутренних ресурсов в ответ на стресс для восстановления нормального состояния. То есть это можно оценить как своеобразную защитную реакцию. А теперь я перехожу к результатам исследований растительных объектов, которые выполнены моей коллегой профессором Маслобродом. Для начала исследуем систему компонентов семена-семена. И вот то, что сначала я вам покажу. Работа Сергея Николаевича, которая недавно получила интересный научный статус. Эффект Маслоброда. Проведено воздействие гамма-радиации на часть семян одной системы, которая отразилась на другой части, удалённой на 7 километров. В данном случае эффект нелокальной связи между порциями семян одной системы выразился в дистанционной передаче гамма-индуцированных нарушений в хромосомах объекта и усилился с увеличением дозы гамма-радиации. Это означает, что дистанционный сигнал от семян индуктора к семянам-приёмникам передал адекватный ответ на действие облучения, которое проявилось на генетическом уровне. Прежде чем показать результаты следующего опыта, тоже в системе семена-семена, нужно отметить, что все злаковые растения отличаются важной особенностью строения, а именно биоизомерии, наличием лево- и право-закрученных проростков в соотношении 1 к 1. Это на рисуночке слева. Значит, дальше о том, как проводился опыт. Опыт был проведён при исследовании кукурузы между семенами группы, состоящей из двух и более семян. Семена, система семян возникала при их совместном набухании в течение 6-20 часов. Потом одно из семян каждой пары удаляли, оказывали на него физико-химическое воздействие, а затем проращивали. Второе семя этой пары не подвергалось воздействию, и оно являлось преемником сигнала от первого семени, которые тоже проращивали. Число повторностей в каждом варианте достигало 300 пар. В опыте с парами семян было показано, что из семян опытной пары вырастают преимущественно проростки с одинаковым знаком биоизомерии. А в контрольной паре эта норма проростки зеркально-симметричны, то есть имеют преимущественно разный знак биоизометрии. Известно, что появление таких пар в норме обусловлено электромагнитными взаимодействием семян. Однако при стрессе семяиндуктор как бы навязывает, передаёт семени приёмники знак биоизометрии будущего проростка, отличного от контроля. Таким образом, передаваемый от семян индукторов семянам приёмников сигнал несёт информацию об архитектонике организма. Здесь всё видно на таблице, потому что в опыте количество нормальных семян, нормальных проростков снижено достоверно почти в два раза. А теперь мы поговорим о том, как выявить НС в системе фотосемян, семена. Сначала эта система в направлении от фото к семенам. Для сравнительной оценки НС в системе фотосемян семена и семена семена был проведён слепой опыт. Использовались семена кукурузы и их чёрно-белые фото. В первом случае низкотемпературному воздействию подвергали фотосемян. Распечатку фото разряжали на мелкие кусочки, помещали в чашки Петри с водой и промораживали. Затем эти фото вставили под чашки Петри с тестовыми семенами кукурузы того же генотипа. Сигнал на фото передавался на воду и тестовые семена. Во втором случае промораживали, промораживали и подвергали сами семена. Из таблицы видно, что стресс на фотосемян приводит к положительным морфофизиологическим изменениям проростков и увеличивает число правых проростков, растения из которых отличаются повышенной продуктивностью. А в системе семена семена таких изменений не наблюдалось. Здесь мы смотрим морфофизиологические изменения. Это повышается вскожесть, увеличивается длина проростков и увеличивается число правых проростков, которые действительно более продуктивны. В обратном направлении использовались семена, от семян до фотосемян использовались семена пшеницы. Семена пшеницы предварительно проращивали в течение 48 часов до появления ростков и корешков. Термическое воздействие подавали на индуктор, то есть на прорастающие семена. Эти семена бросали в кипящую воду, а затем фотографировали, и сигнал от них принимало их фото. Фото чашек с этими семенами тиражировали для каждой из 10 чашек Петри, в которых находились тестовые семена. И далее сигнал передавался в воде с тестовыми семенами. В опытном варианте, по сравнению с контролем, было обнаружено существенное уменьшение длины проростков и числа правых растений, выросших из семян, тестовых семян. Это означает, что также наблюдался НС в обратном направлении, однако при этом случае стимуляции параметров тестового объекта мы не наблюдали. Этот опыт в данный момент требует дополнительного исследования, дополнительного изменения, оценки. А теперь рассмотрим проявление НС в системе проростки фотопроростков. Семена тритикали, это гибрид ржи и пшеницы, проращивали до получения семидневных проростков. Дальше их разделяли на левые и правые, и группы этих проростков фотографировали. Фото тиражировали для каждой из 10 чашек Петри с тестовыми семенами, которые предварительно замачивали на 5 часов. Фото ставили под чашки с тестовыми семенами, на проростки подавали воздействие, включали свет от лампы, накаливание свет, включали и выключали с интервалом в 3 часа. И средние значения по 3 повторности представлены в таблице. Оказалось, что число проростков из тестовых семян при действии света зависело от того фото, которое находилось под чашкой Петри. Так, число правых проростков увеличивалось при включении света в варианте фото правых проростков и уменьшалось при подаче света на проростки в варианте фото левых проростков. При выключении света картина менялась на обратную. Таким образом, приключение света фото правых проростов инициировало увеличение числа именно правых проростов из тестовых семян, а выключение света индуцировало появление противоположного знака, то есть левых. Это на первый взгляд неожиданный факт. Может найти объяснение в том, что внешний фактор оказывает на объект полярное действие, а именно на свету осуществляется фотосинтез, растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород, запасая энергию для метаболизма, а в темноте поглощают кислород и выделяют углекислый газ расходы энергии. Не исключено при этом, что увеличение числа правых проростов при включении света вполне биологически обосновано, поскольку именно правые проростки дают растения повышенной продуктивности. Поскольку главным фактором формирования системы взаимодействующих семян является вода, как внеклеточная, в которой семена замачиваются, так и внутриклеточная, которая с ней контактирует, была поставлена задача проверить наличие НС в жидкости, содержащейся в растительном объекте. И теперь мы проверяем наличие НС в структурированных растворах. Проверялась система компонентов сок огурца, сок огурца. Предполагалось, что если одну порцию этой жидкости нагревать, то есть её деструктурировать, то во второй порции также изменяется состояние, что отражается на тестовых семенах, которые прорастают в жидкости этой порции. А если подробнее, тестовые семена экспонировали в течение 24 часов в чашках петли, где был налит сок отдельного огурца. В варианте контроль проращивали семена в соке огурца две порции, которые не нагревались. При этом одна порция содержала сок отдельного огурца, а другая, тоже не подвергавшуюся воздействию, была частью общего объёма сока. Вторая порция общего объёма подвергалась кипячению. На что НС ответила и эта, вторая порция, и первая, которая не подвергалась температурному воздействию. Она существенно повлияла на морфобиологические параметры проростков из тестовых семян. Значит, что у нас тут произошло? Значит, увеличилась энергия прорастания, схожесть семян и число правых проростков. Для подтверждения структурированности жидкости, подвергавшейся живом объекте, содержащейся живом объекте, был проведён опыт по проверке НС в талой водопроводной, полученной после разморожживания льда. Считается, что такая вода является структурированной. Талую водопроводную воду из нескольких ёмкостей делили на две части в пропорции 4 к 1. В меньшей части водопроводной воды этих ёмкостей проращивали семена, а большую доводили до кипения. В результате, при действии температурного стресса на одну часть талой воды большую, другая часть отреагировала так, что вызывало резкое повышение числа правых проростков из тестового семян. Таким образом, это говорит о том, что в этом случае был экспериментально показан эффект нелокальной связи в системе талой вода-талая вода. Таким образом, экспериментально показано, что между двумя пространственно разделёнными порциями жидкости, на примере сока огурца, и двумя порциями талой воды, полученной путём размораживания льда, существует эффект нелокальной связи. В усказанном предположении, что молекулы жидкости, содержащиеся в живом объекте, и молекулы талой воды представляют собой перепутанную систему. Я думаю, что вы заметили, что главным действующим лицом во всех опытах повыбления НС в растениях была вода. И сейчас я хочу показать вам, как с водой, именно с водой, было связано понятие биоизомерия. Биоизомерия злаковых растений характеризуется диссиметрией, наличием лево- и право-закрученных проростков в соотношении один к одному. По мнению Вернадского, создавшего понятие ноосферы, наличие диссиметрии в биосфере позволило зародиться жизни и обеспечивает её существование. Более того, наш замечательный современник, физик Александр Николаевич Бульонков нашёл связь диссиметрии со структурой воды, которая является информационной системой биосферы. Вот его цитата. «Левизна-провизна в строении тел живой природы является следствием того, что форма образования биосистем обусловлена системообразующими иерархическими, фрактальными и тетраэдрическими структурами воды, добавлющими структурами, имеющими золотое сечение». Согласно данным, полученным Сергеем Николаевичем, эти замечательные особенности в строении злаковых растений можно использовать в практике сельского хозяйства для повышения продуктивности за счёт увеличения количества правых проростков, дающих растения отличающейся повышенной скоростью роста и лучшими пиктативными и зерновыми качествами. После выявления НС в двух биологических объектах мы перешли к выявлению НС при исследовании организма человека. Однако выбор показателей, доступных для оценки, был в этом случае ограничен. Значит, были использованы два метода. Это метод прижизненного микроскопирования крови, который позволяет контролировать и фиксировать изменение состояния форменных элементов крови. В процессе различных воздействий на организм человека. И второе. И метод ГРВ биоэлектрографии или газоразрядной визуализации. Это биофизический метод, основанный на кириллянной эффекте, разработанный Коротковым. При использовании прибора БВ позволяет оценивать энергетическое состояние отдельных органов и организма в целом. И тут представлены показатели, наиболее наглядные, которые показывают нам, как меняется баланс 26 органов. Это наличие темных столбиков, которые отражают существование проблемных органов у этого человека. И семи энергетических центров, известных как чакры. Для того, чтобы показать вам, как был выявлен эффект при исследовании человека, я представлю сначала результаты предварительных исследований крови, которые позволили выяснить, как влияет информация на состояние форменных элементов крови, систем эритроцитов. В начале работы с кровью мы обнаружили несколько типов состояния форменных элементов крови, эритроцитов. Казалось, что они могут находиться в самых различных состояниях. При этом исходное состояние довоздействие может быть тоже не одинаковым у разных людей. Вот самая первая левая картиночка – это свободное состояние, которое встречается чаще всего у здоровых людей. Дальше наличие монетных столбиков, которые мы назвали органическими, потому что они отражают состояние здоровья у этого человека. Вот в этом случае, на второй картинке, это человек, который болеет диабетом 2, а на следующей – это скопление клеток уже более серьёзное, крупное, которое у человека с хронической анемией. Ну и последнее – это лёгкая ассоциация эритроцитов. Видно, что они не теряют своей формы округлой. Это всё до воздействия. И вот что происходит после воздействия. Значит, мгновенно, через 1-2 минуты после воздействия, на покромном стекле, под покромным стеклом, появляются вот такие вот монетные столбики. Их очень много. Они имеют такую специфическую форму, как мы их назвали кишками. И мы их назвали сигнальными. Почему сигнальными? Потому что они отражают появление информации. И они недолго сохраняются, потому что они мешают нормальному состоянию человека. Потому что они могут проходить в таком структуре, в такой покромном сосуде. И они разваливаются. И они могут быть, дают каплевидные клетки или дают изменённые клетки, которые, это очень важно, что они изменённые, потому что они являются более функционально активными. Значит, это что? Это микроскопирование после молитвы. Значит, здесь вот видно исходное состояние, это три разных человека. Видно сигнальные столбики тоже разного вида, но они сигнальные, это видно. И дальше мы видим, как распадаются сигнальные столбики. А это использование ГРВ, которое показывает, каким образом меняется энергетическое состояние человека при молитве. Номер один – это человек, который не верующий, а читал молитву только в процессе обследования. Второй и третий человек – это человек верующий. И показана тоже гармонизация, то есть снижение количества тёмных столбиков, изменение чакр, увеличение их размеров и оптимизация их положения, которые могут доходить до того, что все тёмные столбики практически уходят. А это совместное исследование, параллельное, это микроскопирование плюс ГРВ, которые тоже, так сказать, выявляют ту же самую тенденцию. Вот. И для чего это я вам всё показывала? Наконец, я об этом расскажу. Оказалось, что такая же абсолютно аналогичная картина наблюдается у нас и при дистанционном воздействии молитвы на исследуемые показатели. В этом случае на фотоисходного состояния крови молился не сам пациент, а Сергей Никитич Маслоброд в Кишинёве. При этом он использовал фотоисходного состояния крови обследуемого, отправленного ему из Петербурга. Через несколько минут после такого воздействия у пациента взяли кровь, ещё два раза и зафиксировали изменение состояния итератитов. И было обнаружено, что они ведут себя точно так же, как в чтении молитвы самим обследуемым. На этой же картинке видно, что то же самое и происходило с показателями ГРВ, то есть картинка была совершенно однозначна. В позитовой квантовой физике это может означать, что в случае дистантного воздействия молитвы на фото крови, система фото крови объект, появился НС со стюмирующим эффектом, который выразился в изменении этого человека не только структуры форменных элементов крови, но и других признаков энергетических показателей, гармонизирующих состояние человека. И, наконец, заключение. Выполнены экспериментальные исследования с целью выявления эффекта нелокальной связи при дистанционном воздействии на живые микросистемы разного происхождения при изучении развивающейся икры рыб, злаковых растений и организма человека. Было показано, что во всех случаях, независимо от уровня организации объекта, был выявлен эффект нелокальной связи. Возможно, что такой однозначный результат для таких разных макросистем обеспечивает вода, несущую информацию. Ведь именно вода стимулирует начало развития икринки и семени, и человеческий организм содержит 70% воды. Полученные результаты имеют практическое значение. Они дают основания для разработки способов использования НС для повышения эффективности процесса искусственного производства рыб и для увеличения продуктивности злаковых растений. Результат этих впервые выполненных экспериментов подтверждает мнение одного из ведущих представителей этого направления, профессора Влада Календрова. Квантовая механика описывает не только поведение мельчайших частиц. Ее законы действуют в телах всех размеров, птицах, растениях, возможно, даже в человеке. Различие между квантовыми и классическими мирами не имеет фундаментального характера. Это всего процесс искусственного эксперимента. Следствием того, что макроскопические объекты, подобные нам с вами, существуют в квантовом мире, настолько поразительны, что мы, физики, пока находимся в перепутанном состоянии замешательства и удивления. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Давайте коварить вопросы. Вот первый поднял... Вот вы, да. А, скажите, пожалуйста. А, куда там? А, вот, Лера, есть такой исследователь Горяев. Вы с ним каким-то образом сталкиваетесь? Пётр Петрович. Да. Ну, я знаю о его работах, да. Понятно. Понятно. Знаете ли вы, что пространство внутри нашего тела отрицательной диэлектрической проницаемости и отрицательной магнитной проницаемости. Поэтому локальная вода отрицательная магнитная проницаемость. Потому что есть эксперимент. Вы знаете, я плохо понимаю, что вы спрашиваете. Могу я ответить так? Я могу объяснить, почему существует такая отрицательность внутри. Структурно я могу объяснить. Потому что коллаген, коллаген, коллаген это пьезоматериал. Пьезоматериал можно вызвать отрицательную диэлектрическую проницаемость. И вода сама может локально отрицательная обеспечивать отрицательную магнитную проницаемость. Могу я ответить про воду? Значит, сейчас я скажу вам, почему мы использовали молитву своих. Вы в микрофон говорите. А, микрофон, пожалуйста, да, извините. Значит, мы исследовали сначала действия воды с кодами для улучшения здоровья человека. И вначале, когда мы начали эту работу, мы не могли понять, как оценить те изменения, которые мы наблюдали. Для того, чтобы быть уверены, что вода вообще ничего не портит, мы проверили, как работает молитва. Вот у меня сейчас нет этого материала, просто я для других докладов его берегу. Однозначно работает вода с кодами для лечения и молитва. Этим мы пользуемся для того, чтобы помочь очень многим людям для создания кодов с водой для лечения. Но это разговор другого, так сказать, уровня. Это отдельная работа в этом году была проверена. Большие, очень эффективные результаты получены были при использовании воды для лечения с кодами. Что такое код, наверное, непонятно, да? С того, что вы говорите. А? Непонятно. Сказать? Да. Значит, что? Ну, во-первых, если вы помните работы Масару и Мото, он показал, что вода может видеть, слышать и так далее. И меняет структуры кристаллов льда, которые фиксируются в этих случаях. Ну, я подумала, когда я узнала об этом, я подумала, что я хочу тоже что-то такое в этом духе сделать. Поскольку я работала на экспериментальном участке и работала с икрой, то я сначала делала опыт по... То есть я проверила то, что делала Мото. Я поговорила с водой. И получила увеличение выживаемости на 20-25%. А потом было понятно, что такой способ пригодится для практического применения, разговаривать каждый раз, чтобы повысить выживаемость. Вот. Я тогда перевела вербальное воздействие на цифровой формат. Как это было сделано? Это было очень просто. Значит, каждая буква с формированным намерением для получения желаемого результата, то есть повысить выживаемость эмбрионов, это было такое намерение. И каждая буква в этой фразе была заменена цифрой, которая соответствовала положению этой буквы в русском алфавите. После этого суммировались все цифры, полученные в этой фразе, и получалось обычно треузнорачное число. Надо сказать только, что не все полученные таким образом коды, мы их назвали кодами числовыми, что они были все одинаково эффективны. Мы определяли целый сезон, не арестовый сезон, то есть с ноября по март мы определяли эффективность разных кодов. И мы нашли наиболее эффективный, который мы использовали еще три года. Знаете, это совершенно другая работа, у меня огромный материал, но просто сегодня другая тема, поэтому я... Вы знаете об эффекте плацебо и ваше отношение к ним? И в чем разница между молитвой? Опять не слушаю я. Эффект плацебо, плацебо, эффект плацебо. И в чем разница между молитвой и эффектом плацебо? И пробовали ли кормить рыбу соей? Я хочу сказать, что плацебо, конечно, понятно, что плацебо есть, и плацебо есть у человека и так далее, но плацебо у икриных и плацебо в растениях никак нет. Поэтому тут смысл не в этом все-таки, а в смысл, что работает число, цифра числа. О какой молитве идёт речь в Вашем докладе? Имеет ли значение язык молитв? Так, во-первых, никакой язык любой молитвы, любой конвессии не имеет значения. Имеет значение только искренность человека, который молится. Значит, молитва, которую мы использовали, зная, что она наиболее энергетически активна, из всех молитв, это было определено предварительно, значит, она называется «Новый Отче наш». Вам прочитать? Не надо? Ну, хорошо. Давай. Почему я говорю единое? Потому что у нас сморец един и один, и поэтому эта молитва совершенно однозначно работает для всех в конкретии. Марина Анатольевна, вот то, что Вы, эксперименты Ваши показывают, такую нелокальность мне тоже очень близко. Но я тоже считаю, что действительно наш мир абсолютно нелокальный. Извините, это самый последний вопрос. И в связи с этим Вы объясняете все, что, видимо, память воды передает каким-то образом, ну или в основном. А как Вы объясняете, вот когда все это информация передается на большом расстоянии, скажем, Вы упомянули Кишинев и Санкт-Петербург. Ну, в этом и есть нелокальность. Видимо, может быть радиоволна или какая-то другая связь с присутствием. Вы знаете, я думаю, в данном случае при таких дистанционных воздействиях, при таких больших, этот полторы тысячи километров, конечно, не имеет значения вода. Вода имеет значение когда? Когда мы проверяем, как результат проверяем. Вот все опыты с растениями заметили, что всегда замачивалась в воде, под которую подставляли информацию. И именно эта информация, которая попадала на воду, а вода уже работала на семена, которые в ней замачивались, именно эта вода меняла все качества проростков. А как насчет человека? Ну, я думаю, что это просто телепортация информации. Такое и есть понятие. И такая была очень серьезная работа, проведена в Институте здоровья сберегающих технологий в Москве. Сейчас два слова я скажу. Значит, это медиками в десяти стран европейских проверялось воздействие на кровь пациентов, которые пришли в это время, посыла на любовь, которую производили в Москве люди. И эти медики из разных стран зафиксировали распад вот этих монетных столбиков у людей, которые после этого посыланы на любовь. Этот эффект был расценен как телепортация информации. Это описано в статье «Духовный старт». Какие ваши мысли по поводу того, что у вас правые эти намного лучше эффектовали, чем левые? Знаете, ну, я думаю, что то, что вот эта диссиметрия существует, которая, вот как сказал Вернадский, породила жизнь и ей помогает. Это очень важно, чтобы была диссиметрия, то есть не один к одному, а нарушено было это соотношение. И нарушая соотношение, повышая количество правых проросков, мы как раз, по-видимому, и увеличиваем вот этот вот, так сказать, сам эффект, который проявляется в том, что растения дают повышенную продуктивность. О том, что они повышены продуктивностью, это Сергей Никитич доказывал в очень большом количестве статей, и там идут увеличения зерновой массы, вегетативной массы, то есть это очень серьезное увеличение, которое можно получать, реально получать. Давайте, я готовый будет. Дело в том, что как бы вот изначально, вот будем так говорить, у многих народов мира... Не слушаю. Изначально у многих народов мира существует способ, то есть когда вот, ну, целители, экстрасенсы заряжают воду и при помощи этой воды, ну, исцеляют людей. Ну, просто я связан с этой профессией, то есть вода меняет структуру под воздействием поля. И еще есть такое понятие, как передача информации при помощи фантомов. То есть можно поставить фантом любого человека, любого растения или любого предмета, ну, в любую точку пространства и воздействовать на него. И он перенесет эту информацию на тот объект, с которым идет работа. Вы не пробовали такие или проводили? Ну, во-первых, я это знаю. Во-вторых, единственным человеком, человеком, который мог объяснить, каким способом вода вот это делает. Это был, к сожалению, уже слово был, Станислав Валентинович Зенин. И он показал, что происходит молекулярная трансформация воды, и когда на нее попадает информация, она меняется определенным образом и отражает адекватно те изменения, которые были. А что касается целителей, ну, то, что делаю я, я не являюсь целителем, но когда я для кого-то по просьбе, я всегда делаю по просьбе, если меня просят, вот есть человек, у которого, например, я за желудки, он обратился, дай воду. Я дала. Через 4 или 5 месяцев женщина это была абсолютно здорово. И это все было доказано медицинскими анализами, которые были сделаны до и после. Простите, у меня опять не слышно, пожалуйста. Да, говорите микрофон, пожалуйста. А у меня микрофон нет. Ну, громко, да. Да, давайте я подойду ближе. У меня два близко связанных с собой вопроса. Один вопрос. Я саму только по одному. Они очень короткие. Один, а потом второй. Первый вопрос. А публикованы ли ваши результаты экспериментов либо хорошим, а научно-рецензированным журнале? Первый вопрос. Донступ. Так, значит, я объясняю, что вы считаете хорошим. Хорошим факт, факт. Так, спокойно. У меня две больших статьи в журнале, которые называются «Формирующиеся направления на руки». ЖФНН. Он рецензируемый, он электронный, но он рецензируемый. Ясно, да. Волоня о чем. И еще у меня это вторая публикация, которая вот в нашем, как говорится, в прошлый раз, в 16-м году есть публикация. И в этом году есть публикация. Но, правда, на разные темы. И следующий вопрос. Я близко связан с предыдущим. А проявлял ли кто-либо из, как бы, независимо методика ваша эксперимента? Потому что я знаю, что в биологии некорректный микс постановки экспериментов можно получить буквально все, что угодно. Это, на самом деле, в связи с первым вопросом. Ну, во-первых, мы проводили практически всегда сливой опыт. Поскольку неожиданно речь зашла о воде и результатах, я хочу сказать такую простую вещь, что когда мы все это делали, мы проверяли, как меняются физические свойства воды, для чего в определенных объемах прикреплялись к дистиллированной воде, прикреплялись эти самые коды и проверялось дальше физический слой с водой. Вот картинки у меня сейчас нету. Они изменились по пяти или шести показателям электропроводности. Ну, в общем, сейчас я... что это такое? Эти люди были физики, и в частности вот в лаборатории... Я не поняла, что вы сказали. Я вижу, что у вас методика не подтверждена. То есть вы рассказываете результат, что это интересно, но... Так, а хорошо, значит, не подтверждена, если у меня экспериментальный результат. Потому что был экспериментальный результат, потому что была методика проверили на хорошей методике. Методики нет, но... Так, во-первых, вы не имеете, по-моему, оснований говорить, что методики нет, но... А я вам простую вещь скажу. У меня сейчас с собой есть флешка, на которой показаны эти результаты. А сколько у меня сегодня другая тематика доклада, и параллельно возник вопрос о воде, поэтому я только на пальцах вам рассказываю. А на самом деле это все есть. Я вам скажу простую вещь. Для того, чтобы показать, что на 25% повышается выживаемость эмприонов, было проинкубировано 94 тысячи икринок. В 32 поклонности. Андрей Николаевич, у меня к вам такая просьба. Андрей Николаевич, значит, я имел в вид... Андрей Николаевич, у меня к вам просьба. Во-первых, человек действительно серьезные результаты есть у человека, и я бы не был столь категоричен, учитывая даже просто разницу в возрасте, понимаете, нужно как-то сохранять какое-то, наверное, этическое взаимоотношение. Да, я так понимаю. Нужно поддержать человека, поддержать в его исследованиях, понимаете, а вы, так сказать, вот и по тону, и по сути пытаетесь сделать что-то противоположное. Ну, ножку подставить, не надо, не надо. Нам и так достаточно ножки подставляют все. Кому не лень? Это точно. Я сейчас просто возьму мешку и покажу, может быть, да не, не надо. Ну, все вели там положат. Так все, да? Человек и рукой занимается, не там, не так, А, сейчас, а, 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 а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Можно задавать? Начну с реплики. Реплика будет касаться того, что сейчас один из оппонентов пытался такой некорректный немножко вопрос задать по поводу утверждения методики. Но это чисто такая бюрократическая процедура, она здесь совершенно неуместна, потому что докладчик сейчас выдает нам материал на основании своих практических, реальных опытов. И пусть это какая-то бюрократическая инстанция, которая утверждает, выдает какое-то свидетельство, печать ставит, пусть она уже, эта инстанция, к докладчику ползет на коленях и просит у нее, умоляет, дайте нам дополнительный, мы такие бестолковые, дайте нам дополнительный материал, чтобы мы поняли, что это, а не докладчик должен идти к этим бюрократам и просить у них там это. Так, а теперь вопрос, это реплика была, вопрос. Я просто пропустил ваш доклад, потому что пытался там это Тетенькова Николая, он убывал. Значит, ваши исследования, они каким-то образом связаны с исследованием Петра Горяева? Может быть, вы в докладе упоминали? Если да, тогда все, вопросы больше не имею. Я вам скажу, они прямо не связаны, но что такое исследование Горяева, я прекрасно знаю, поскольку я не просто биолог, а я еще и генетикой. Поймите, поэтому я подумал. Понятно, ваш вопрос, я задавайте. Так, а насчет экспериментов, я каждый раз, когда я говорю, я подчеркиваю, это не мои трактовки, это ничего, это просто данные, полученные мной. Посмотрите, приколь. Теперь еще один вопрос, заговорите пока. Ну, у меня вопрос такой, вопрос, не вопрос. Вот есть человек, одно и не человек, который очень страдает. И причем случилось это как-то вот, ну, неизвестно. Ну, в общем, нельзя ли будет с помощью вашей методики помочь каким-то образом? Ну, это дорогой. В частном порядке все вопросы, извините. В частном порядке все вопросы, извините. Все, извините, это в частном порядке. У нас две минуты осталось. Я открываю. А еще флешку показать. Да, сейчас будут как разошлись. Извините, мы выбились из регламентов. Я троих-то. А подождите, а где, почему-то у меня не открывается. У меня не открывается. Ну, какой? Вот эта презентация 22. Ничего, ты куда-то пошел. Идет, она медленно открывает. А открыла все. Открылась, да? Да, замечательно. Ну, замечательно. Вот использование направлено изменения свойств воды в биологии и медицине. Значит, ну, сначала были эти же самые. А вот, что было вначале, вот то, что мне сказали, что этого не может быть. Вот, пожалуйста. Это, значит, вербальное воздействие. Зеленые столбики – это контроль, а цветные – это разные варианты вербального воздействия. Первый столбик. Второй столбик – это опыт намерения. Второй столбик – это разведенная вода в тысячу раз, розовенький. А фиолетовый – это молитва. Это вот, когда я пробовала, что делал Масару и Мото, я вот таким образом попробовала. А справа – это уже результаты с числами. И в данном случае здесь показано количество, которое было использовано. Вот. Сейчас. Это я вам сейчас показываю. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот. Кто-то спрашивал про воду. А, вот вода, пожалуйста. Вот воздействие. Вот перед этим было воздействие молитвы, вы видели, да? А вот это воздействие воды. Ну, картинка просто один к одному. Их можно даже перепутать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И сейчас еще… Ой, подождите, еще самое главное, то, чтобы биологию хотели. Сейчас. Сейчас еще. Во. Сейчас. Быстро. Вот это. Вот. Это, значит, язва желудка. Значит, столбик, красный столбик. Это показатели, называется это гастропанель. Это вот показатели фермента наличия у больного человека, обозначенных красных величинах. А зеленое – это после лечения полугода человек пил воду с этим числом. И эффективность составила, такой обычный кусок эффективности у меня не было. В среднем 64%. Спасибо вам большое. Все. А еще, покажите зубы, вот импланты, посмотрите на импланты. Это результат. Все, спасибо большое. Закрываемся.